Кипросможейка – первый советский журналист и телеведущий, который стал использовать собственное имя в названии программы. Кипросможейка и репортажи из НАТО выходили в конце 80-х годов прошлого века. Уже спустя много лет появились Познер Владимира Познера или, например, с экс-анфисой Чеховой. Когда я работал с генсеком НАТО, с Мантодом Вернером, я вот смотрел на него своими рыбьими глазами, вот так вот. Вот он говорит вот так, вот так вот. И даже задают вопрос на французском, миссию, лёж-сейф-тей-женераль, кё, как французы вы для кооперациона антонопеи, да на домен дезервамент? Вот так. Я спрашиваю, я вижу, через некоторое время, я вижу, он начинает волноваться. Я вижу, что у него охватывает какое-то вот такое смущение, и генсек НАТО явно выражает уже знаки такого волнения. Потому что он не видит никакой моей реакции. Понимаете ли? И начинает говорить, в общем-то, те вещи, которыми хочется от него получить. Кипрос-можейка более 20 лет провёл в Брюсселе. Именно оттуда выходили его знаменитые репортажи из НАТО. Журналисты на мастер-классе увидели фрагменты программ из Америки, Южной Африки, Турции, интервью со знаменитыми политиками. Вот если, допустим, человек хочет остаться неизвестным, но он сообщает нам вот информацию, можем мы её считать достоверной и на неё опираться? Если, допустим, у него она есть, и никто её не может подтвердить. В результате очень правильный вопрос. Очень правильный, очень умный вопрос задала. Это случай, когда человек работает в зоне конфликта, в горячей точке, когда по тем или иным соображениям, и прежде всего по соображениям собственной безопасности и вашего информатора, вы не можете засветить его, вы не можете показать его лицо, назвать его фамилию. А информация, которую он даёт, крайне важна. Ни одна человеческая жизнь, даже ранение, не стоит никакого репортажа. Если видите, что под угрозой человеческая жизнь, лучше откажитесь от вашей творческой затеи. Вы меня поняли? Так, едем дальше. Нам тоже было чем похвастаться. Итальянские репортажи Светланы Лисичниковой, фильм Ларисы Комиссаровой «Забайкальский фронт Второй мировой». Новый проект о Чите на чистоту. Кипрос Можейко одобрил. И заметил, что, например, наши документальные фильмы достойны эфира федеральных каналов. Я считаю, что вы должны создавать своё телевидение. Читинское телевидение вот здесь. Вам не надо равняться, изучать какой-то опыт столичных каналов продвинутых, так сказать, продвинутых. Правда, неизвестно, в какую сторону они продвинуты. Но то, что поиск новых тем, нестандартных приёмов, нового выразительного слова ведётся у вас, это очевидно. Это радует. Мне радует то, что я вижу огонёк в глазах журналистов. Понимаете или нет? Вот им присуща такая вот ещё вот полёт такой фантазии, ещё такой чистоты веры в нашу с вами профессию. «Альтес» переводится с французского, как «Ваше королевское высочество». Открыл нам секрет полиглот, журналист-международник, Кипросможейка. Оставившись в телекомпании, толику мастерства, улыбку, уникальные кадры, свой шарм без границ. Ирина Трофимова, Александр Власов. Время новостей.